МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Предмет самопознания, который был введен в учебную программу в качестве эксперимента более 15 лет назад, сегодня преподается во всех детских садах и школах нашей страны. На основе этого нравственно-духовного образовательного проекта выросло целое поколение самопознанцев, молодых, уверенных в себе людей. И вот на днях своими успехами и достижениями выпускники гимназии Гуманитарного колледжа самопознания поделились на встрече с главным учителем в их жизни. Первая леди Республики Казахстан – Сарай Алпас-Казан. Особой теплотой и радостью сегодня был наполнен зал-торжест Центра Бобек, который отмечает в этом году свой 20-летний юбилей. В гимназии самопознания за большим круглым столом в дружеской атмосфере собрались выпускники разных лет. Среди них состоявшиеся учителя, филологи, юристы, финансисты и представители других профессий, но всех их объединяет одно – искренняя любовь, уважение к родной школе и духовному наставнику. Автору программы «Нравственного образования самопознания» Саре Алпас-Казан. Уважаемая Сара Алпас-Казан, Ваша жизнь всегда наполнена искренней заботой и любовью, ведь Вы нам подарили удивительный мир самопознания. Именно в центре Бобек прошло наше сказочное, счастливое, незабываемое детство. А Вы благословили нас на светлое будущее. Вот смотрите сейчас, сколько здесь любви. Смотрите, как наши ангелочки, какие, значит, они сцену какую сделали. Я смотрела на них, у меня тут прям горячо стало. Еще больше любви родилось во мне. Понимаете, от этой красоты, от этого всего. И это все человек делает сам, своими мыслями, своей волей, свои желания. И вот именно уметь желать, вот Вы все выпускники нашего храма, говорится, самопознания. Я Вас всех приветствую и очень-очень горжусь Вам, и Вы молодцы. Встречу такую вот, спасибо всем организаторам этого храма, что они устроили эту встречу. Дорогие наши выпускники, мы Вас всех любим и хотим Вами гордиться. И Вы наши первые ласточки. И будьте все счастливы и рады, и надеясь, что это так. И вот сегодня Вы мне расскажите, как Вы жили, как Вы трудитесь, какие у Вас вопросы. Так что, давайте общаться. Всем добрый день, меня зовут Лиля, я выпускница 2006 года. У нас был второй выпуск нашей гимназии самопознания. Во-первых, хочу поблагодарить Вас, всех наших учителей. Низкий поклон Вам. Это правда. Давайте похлопаем. Есть такое понятие, что каждый человек должен построить дом, вырастить сына, посадить дерево. А я лично считаю его неполным. И каждый человек, независимо от своего возраста, пола, своих соображений, когда-нибудь становится на путь духовности. Сарал Пысына, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Мой, значит, приход на этот путь, милосердие, помощи. Меня сначала Аллах дал обездоленных детей. Детские дома я курировала. Прошли какие-то годы. А потом стала думать, а что же это так? Вот детские дома, Боже мой, на всему Казахстану и проехалась. Детским домам помогала, вникала в их проблемы и так далее, и так далее. А в этих детских домах детей меньше не становится. Сила есть, характер у меня от природы есть. Если что-то задумала, я должна ее выполнить. Это уже мой такой природный дар. В ходе беседы Сарал Пысхоза поделилась с молодыми людьми размышлениями о духовности, нравственности и подлинном счастье человека. Человеческие ценности вы должны в себе развить, на практике жизни делать. Когда старшие говорили, «О Аллах! Болдун-яге, адам болптудам! Адам болптексем арманам джок!» Вот какая должна будет у вас цель сейчас, в данный момент. Не подведите себя, свои достоинства. Ты человек. А для того, чтобы быть человеком, надо быть честным, уважать старших, помогать страждущимся. Но сколько можете? Хотя бы добрым словом. Научитесь любить себя. А тем более, если родители, свою ребенка должны этому научить. Уважать, любить себя. Любящий, уважающий себя человек другого человеку не навредит. Ни мыслями, ни делами. Согласны? Вот что такое самопознание. Закон жизни бумеранг. Как ты относишься к другим людям, то и гукуется, тебе возвращается. Доброе дело делаешь. Добро к тебе возвращается. Общение с Сарой Алпысказой всегда желанно, долгожданно, отличается простотой и искренностью. Так было и на этот раз. Выпускники с большим удовольствием поделились своими успехами, рассказали о роли самопознания в личной жизни и профессиональной деятельности. Меня зовут Закарьянова Агерим. Я являюсь первой выпускницей школы-гимназии самоопознания, 2005 год. И сегодня я специально прилетела из Астаны, чтобы поучаствовать в вашей встрече. Жажда саморазвития, самоопознания, она вот была у меня со школьной скамьей. Я развивалась, узнавала, читала. И я поняла то, что фундаментальные знания, они одни. Вот то, что вы сейчас озвучивали, это все, да, это все откликается у меня в сердце, я все это чувствую. И вот полгода назад я основала Центр женского развития в Астане. Поэтому я считаю то, что мы учились в этой школе, это на счастливый билет, быть тем, кем мы сейчас являемся. Я вам очень благодарна. Спасибо вам, наши учителя. Я вас тоже очень сильно люблю. За годы работы гимназия самоопознания успела осуществить 12 выпусков. Сегодня это успешные личности в самых разных сферах. Все они говорят о том, что реализоваться в жизни им во многом помогли знания, полученные в стенах родной школы. Я закончила школу гимназии самоопознания в 2006 году. Я очень рада, что мне посчастливилось учиться в этой школе. Я помню, каждое утро мы начинали с круга радости и добра. И это на самом деле заложило в нас основы человечности. Потому что мы всегда пытались посмотреть через призму позитива, через положительные эмоции. И это, на самом деле, мне кажется, сейчас помогает мне работать в крупном коллективе и руководить им. И помогает мне в семье, с друзьями и со всеми окружающими. Я безумно счастлива, что закончила я эту школу, мой брат закончил эту школу. Потому что школа гимназии самоопознания научила нас с любовью относиться ко всем ситуациям. Плохая эта ситуация, злая. В первую очередь искать только хорошее в этом. Потому что все начинается с любви. Когда любовь живет внутри вас, когда вы просыпаетесь с этим, когда вы дарите это своим детям, своей семье, они это питают, растят, взращивают внутри себя и будут делиться этим согрушающими. И с помощью этого мы сможем сделать мир чуточку добрее. В рамках проекта «Самопознание» выросло уже целое поколение молодых людей. И сегодня на встречу учителя, глядя на повзрослевших выпускников, с радостью отмечают, что результат большого труда очевиден. Действительно, сегодня был очень замечательный вечер. Для наших выпускников это не просто радость, встречи, воспоминания. Сегодня один из выпускников очень хорошо сказал, что здесь наполнились семенами, роски которых уже прорастают. Еще придет немного времени, и мы зацветем прекрасными садами, цветами. Это очень здорово. Было очень приятно слышать, что они с гордостью называют, что я выпускник центра Бабеки, выпускник гимназии «Самопознание». Мы этим тоже очень гордимся. В любом виде деятельности и в любом поле деятельности однажды, наверное, все-таки нужно остановиться и задать себе вопрос, все ли сделано правильно, оглянуться назад и увидеть результаты. И вот сегодня уникальное событие, встреча с выпускниками центра Бабек, когда можно было говорить о том, что наша работа проделывается не зря. Наши выпускники, которые сейчас везде в республике являются носителями, распространителями идеи нравственно-духовного воспитания, программы «Самопознание» показали, насколько они осознали программу, насколько они понимают и стараются передать свое знание другим. Много теплых слов услышала Сарал Псказе, наполнившая жизнь выпускников понятиями духовности и гуманности, любви и добра. Одним из важных событий этой встречи стало создание ассоциации выпускников центра Бабек, которая будет заниматься распространением идей самопознания в обществе. Сарал Псказе поддержала начинание выпускников и пожелала им успехов на этом пути. И вы продолжайте эту эстафету. Я вам все это передаю в ваши руки. Истинно говорю. Осознайте, поймите и действуйте. На практике жизни, поступке, дела совершайте добро. Итак, на сегодняшней встрече мы увидели новое поколение молодых, образованных людей, сумевших найти себя в этой жизни. Они умеют рассуждать, в каждом из них чувствуется личность. Безусловно, это результат 20-летнего труда национального центра Бабек, который через предмет самопознания сумел наполнить молодые сердца главными общечеловеческими ценностями, помогающие им сегодня жить и творить во благо своей страны. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok